Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, вы попали на мой канал, это значит, что выходит новый влог, так еще и влог супер майских праздников. На эти майские праздники у меня планы, в принципе, все как обычно, я еду к Мише проводить с ним время, пока у меня есть такая возможность, пока меня еще не совсем поглотила учеба, пока у меня еще не так близко сессия, поэтому скоро я буду выезжать на вокзал, у меня сзади меня уже стоит моя розовая сумочка, я в своем таком тревел-костюмчике, в котором я всегда езжу в поездах, мне в нем очень удобно. Уже сделала себе бутербродик, взяла с собой ноутбук, чтобы монтировать для вас, прошлый влог, который вы уже, скорее всего, посмотрели, и, в принципе, сейчас уже буду выезжать, я еду всего на 4 дня, так как нам сделали выходные с 9 по 12 мая, вот, 13 утром я уже приеду, вернусь, получается, в Краснодар и буду, там, в понедельник уже пойду на пару по гигиене, вот, поэтому мне есть 4 дня отдохнуть, я времени зря не теряю и выезжаю в Крым. Вас я, конечно же, беру с собой и желаю вам приятного просмотра, давайте насладимся этими майскими праздниками вместе. Из приятно-неприятных вещей я сегодня ходила на массаж, чтобы вы понимали, и мне ставили банки, посмотрите, как выглядит моя спина сейчас, я надеюсь, что завтра мы не пойдем ни в какой бассейн, и мои баночки успеют отойти, пока что это все выглядит как-то вот так. Надеюсь, я вас не сильно напугала, в общем, меня будет отвозить мама, она уже ждет меня в машине с чемоданом моим, поэтому мы сейчас быстренько собираем с вами сумочку и будем уже выезжать на вокзал. Что-то мне подсказывает, что моя сумка не закроется, у меня здесь ноут, у меня здесь вторая сумка, тапочки, бутерброды, короче, все, что только можно, у меня в этой сумке расческа, еще всякая фигня, в общем, надеюсь, что все пройдет хорошо, что мне всего хватит, что я ничего не забыла. Приехали мы на вокзал, уже вот пришел мой поезд, мы четко, прям ровно, ой, боже, мы успели, я тут сильно руку не могу вытянуть, потому что меня, мне кажется, прибьют, кто-то в меня может врезаться. Мамулька меня провожает с моим чемоданом и с моей сумкой, все в порядке, все хорошо, сейчас приду, сяду в поезд и буду спать уже, наверное, потому что что-то я устала, сегодня еще рано проснулась, у меня сегодня еще было две пары в универе, вот, поэтому я уже все. Сейчас сяду в свой вагончик, на нижнюю полочку, слава богу, я надеюсь, я буду спать. Короче, вот так, ребята. Мама стоит, мне там что-то говорит, я ее вообще не слышу. Пока-пока. Вот мое место на сегодняшний вечер, сейчас буду ложиться отдыхать и монтировать новый видос. Что, ребята, всем доброе утро, я в Крыму, у меня все прекрасно, доехала я хорошо, все время спала, вот, даже не ела. У меня еще с собой остались бутерброды, сейчас буду заказывать такси, и приеду уже в Ялту, я сейчас в Симферополе. Было немного страшно ехать, потому что я поначиталась всяких ужасов там про мост, вот, ну, в принципе, все хорошо, все нормально. Приехала, Миша еще спит, сейчас проснется, сейчас мы его разбудим, обрадуемся, ехала, что все хорошо, и поедем уже в отельчик. Я выгляжу уже как какой-то бомж, ребята, я уже так сильно устала, вы бы знали, я уже хочу просто приехать в отель, искупаться, помыться, прийти в себя хотя бы чуть-чуть, блин. Что я вам еще хотела рассказать? У меня тут уже все таксисты около вокзала знают, потому что очень часто приезжаю в Ялту, это уже какой, четвертый раз я приезжаю, наверное, вот. А за этот месяц это второй раз, то есть я приезжаю каждые две недели, то Миша приезжает, то я приезжаю, в общем, как-то так. Поэтому сейчас уже совсем скоро будем выезжать в Ялту, ехать часа полтора, и, наконец-то, я буду с Мишей, мы пойдем позавтракаем, в общем, пообедим уже скорее, ну, как-то так. У-у-у, ребята, я доехала, наконец-то, посмотрите на этого человека, я знаю, вы по нему скучали, у него носом горит, Миша еще там влазит теперь, теперь ты, змеенька. Ура, 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 я приехала. С годовщиной тебя. О, неужели ты вспомнил? Я вспомнил, почему ты сегодня как-то вспомнил. Мы сейчас идем заселяться в домер, все прекрасно, все хорошо. Мы в первый раз будем жить на пятом этаже, до этого мы жили на третьем, по-моему, на четвертом, а теперь живем на пятом. Вот, я хочу искупаться, поесть, поспать и еще раз поесть. Вот такие планы какие-то на сегодня у нас. Ребята, всем привет, наконец-то, мы вышли погулять. Сегодня 9 мая, у нас, как вы уже поняли, годовщина, Миша чуть проболтался. Вот, и мы решили ее отметить, сходить куда-нибудь в ресторанчик посидеть, забронировали. И вот гуляем по набережной и продвигаемся к нашему ресторану. Миша голодный, он немного гоняет вес, он не ел два дня, чтобы наесться в ресторане. Поэтому у нас сегодня такой мини-праздник. Также поздравляем вас всех с Днем Великой Победы. Вот, мне кажется, это, ну, один из моих самых любимых, наверное, праздников. И в Краснодаре мне всегда очень нравились парады, мне всегда очень нравилось, как отмечают, то есть все салюты. Сейчас такого, к сожалению, нет, но праздник я все равно люблю. Смотрите, тут на набережной какая-то такая очень длинная ярмарка. Меня Миша всеми силами просто отсюда пытается его везти, а там еще дальше какой-то дымок, и мне кажется, что там жарят шашлыки. А наш ресторан, он аж вот туда-туда-туда, короче, очень далеко нам еще идти. С салами с травками, ух ты, что красота. И у каждой свой аромат. Я Мишу предлагаю взять с карьеры, а мне можно любовь. Сзади нас были такие шашлыки, ребята, вы даже себя не представляете. Я уже соблазнилась и решила не идти в ресторан, но Миша все-таки меня уговорил. Они так вкусно пахли. Ребята, на Массандровском пляже слишком большое искушение не дойти до ресторана, потому что я уже тут все хотела съесть. И вафли, и мороженое, и ребрышки, короче, все. Ну, мы наконец-то пришли в наш ресторан, где сегодня будем отмечать нашу годовщию. Сейчас вам все покажем. Нам вынесли меню. Мы пока что выбираем, что мы хотим взять. Михаил, что вы хотите взять покушать? Креветок. Креветок. Знаете, мне кажется, ему сколько бы креветок ни положи, он съест все. А вид у нас на прекрасную Эйфелеву башню. В общем, мы почти в Париже, как обычно. Почти в Париже, да, Верснев? Мы в Париже. Годовщину мы отмечаем в Париже. Мы в Париже 100%. 2000. Нет, давай 500 рублей, и я оплачиваю тебе устрицу, а ты ее пробуешь. Нет. Ну, давай. Ну, Мишна, пожалуйста. Полторы с ее. Ребята, он не хочет, он меня аж этажирует. Он хочет, чтобы я ему заплатила полторы тысячи, чтобы он попробовал устрицу. Люди сейчас офигеют, потому что у меня уговаривают устрицу. Он не хочет ее пробовать, а я хочу, чтобы он попробовал, потому что я пробовал, а Миша нет. Мне интересно, ему понравится или нет. Ни морского ежа сожрать не хочет, ни устрицу. Что с ним делать? Креветки. Ну, пожалуйста. Он для креветки. Ну, в честь годовщину съешь устрицу. Ну, пожалуйста. Ну, Мишенька, что ты не хочешь? Да не буду я плачивать, что? Ну, пожалуйста. Кушка. Ну что, мои дорогие, мы уже пришли в ресторан. Нам уже потихоньку даже еду приносят, причем очень быстро. Мы заказали кучу морепродуктов, мы сейчас будем объедаться. Вот, всем приятного аппетита, кто смотрит это видео, пока кушает. И нам тоже пожелать приятного аппетита, потому что мы отмечаем нашу годовщину и вкусненько еще. Миша, подожди, пожалуйста. Миша так и не уговорился съесть устрицу. Ну, да ладно, посмотрите. Согласных больше, чем главных. Какая красота. Миша уже сожрал все мои мидии, значит, пока я тут фотографировала креветки. Просто посмотрите, ребята, вы готовы? Раз, два, три. У нас все прохожие мимо люди на нашу вот такую вот прелесть оборачиваются, смотрят. Но это очень красиво, конечно. И, наверное, очень вкусно. Миша съел мои мидии. Ну что, мои дорогие, мы покушали. Очень вкусно. Нам все безумно понравилось. Еще попили чаек. Съели на десерт крем-брюле. Миша, кстати, его первый раз пробовал. Сказал, что ему понравилось. И сейчас уже будем выезжать домой. Приехал вот уже наше такси. Потому что мы сегодня немного за день подустали. И уже хотим просто побыть в номере, отдохнуть, что-нибудь посмотреть. Всем доброе утро, ребята. Сегодня у нас 10 мая. Что я вам хочу рассказать. Миша уехал на МРТ. Я его проводила. С ним не поехала, потому что МРТ в Ялте нет. Или его не делают. Или тут какие-то не очень хорошие, не знаю, клиники. В общем, поехал он в Симферополь с кем-то из своей команды. Я не поехала, потому что мне очень тяжело. Я уже переношу вот эти все поездки по несколько часов в машине. У меня уже спина, если честно, отваливается. Потому что я только вчера ездила из Симферополя в Ялту. И сегодня туда-сюда я просто не вывезу. Поэтому я гуляю, наслуждаюсь прекрасной погодой. У нас наконец-то сегодня вышло солнце. Потому что вчера очень пасмурно было. Сегодня хорошая погода. Я решила пойти попить кофеёк. Пока Миша занимается своими делами. Я чуть-чуть прогуляюсь. Потом он приедет. Может быть мы с ним тоже прогуляемся. Либо уже останемся в номере. Ну и будем там, не знаю, футбол какой-нибудь смотреть. Скорее всего опять. В общем, пока что не знаю. Жду Мишу. Гуляю по Ялте. Прекрасное настроение. И всё хорошо. Немного волнуюсь за Мишу. Потому что у него болит нога уже достаточно давно. Уже несколько месяцев. Если быть честной. И никак что-то не проходит. Уже и УЗИ делали, и МРТ. И вот сейчас повторный МРТ. Если там нам вообще ничего не покажут. Я уже не знаю, что делать. Потому что я ему уже и коллаген впихнула. Он его ест. Короче, я уже всё, что можно было, сделала. Вот. Тут главное, наверное, это правильное восстановление. Надеюсь, что скоро всё будет хорошо. Скоро нога пройдёт. Всё будет нормально. Что, ребята, у меня ситуация, как обычно, трэш. Перед тем, как выезжать в Ялту, я положилась на счёт 2000 рублей. А сейчас я понимаю, что я не могу никому позвонить. Хотела позвонить маме, поболтать. Сейчас понимаю, что я не могу никому позвонить. Потому что у меня недостаточно средств на счёте. И получается у меня 0 рублей на телефоне. Вот так вот. Я не знаю, что мне теперь делать. Я не могу никому позвонить. У меня нет ни интернета, ничего, чтобы положить деньги. Поэтому сейчас пойду искать какую-нибудь кафешку с вай-фаем. И, наверное, если мне сейчас попадётся какой-нибудь магазинчик, где можно купить крымскую сим-карту, то я это сделаю. Я много раз сопротивлялась. Но сейчас уже просто невозможно. По-любому, рано или поздно мне её нужно будет купить, наверное. Потому что я не первый, не последний раз здесь. Вот. Поэтому сейчас пойдём покупать с вами симку, скорее всего. Потому что я уже запарилась. Я зашла в кофейню. Перед этим я купила себе симку. Вот она у меня здесь в руке. Сейчас буду устанавливать. Смотрите, как это вообще всё делается. Пришла в свою любимую кофейню Just Coffee. Сейчас буду пить лавандовый раф по классике. И кушать круассанечку. Я счастлива и довольна. Очень красивый вид на море. Просто сейчас уписываюсь. Сейчас вам покажу. Тоже обалдеете. Ну что, ребята, вот с таким видом я сейчас буду пить кофе. Это море. Оно двухцветное сегодня из-за шторма. У меня здесь, значит, лавандовый раф, макаронинца, которая улетает. И вот такая вот вкусненькая штучка. Если бы не ветер, было бы очень замечательно. Я гуляю, как обычно, просто перебежками от одной кафешки до другой, потому что нереально холодно тут. Ветер ужасный. Сейчас я вам покажу мой самый любимый вид, который мне безумно нравится. Я всегда здесь что-то фоткаю, снимаю, потому что здесь, наверное, самое красивое место. Это вот начало набережной, где видно вот вообще всю Ялту. Ну, посмотрите просто, какой вид красивый. Вот даже на камере не так красиво, как в живую. Прямо так вот ходишь, смотришь, там горы, тут море. Вообще просто. Попалденно. Зашла, значит, в Литвуаль, накупила себе масочку увлажняющую. Девочки, вот скажите мне, если вы покупаете себе что-то с картой мужа, это считается, что он вам подарок подарил? Сейчас я же планирую зайти вот в этот Викторию Секрет, потому что Миша со мной идти не захотел. Вот, поэтому зайдем без него, ему же хуже. Всем доброе утро, ребята. Сегодня 11 мая. У нас сегодня такой день веселый, как обычно, короче. Сейчас мы придем, наверное, в кафешку, вам расскажем все, как есть. Расскажем вам, что у нас тут вообще происходит, что случилось. Вот, сегодня Миша на команду будет играть. Будет играть без Миши, к сожалению. Но Миша на стадиончике зато со мной посидит и посмотрит. В общем, как-то так. Мы сейчас идем гулять по набережной. Пойдем попьем кофеечек и уже будем выдвигаться на футбол. Смотрите, ребята, тут такой сильный ветер, что у нас улетает еда. Но мы себе, значит, взяли два круассанчика с лососем. Очень вкусно. Я вчера здесь такие же кушала. Еще Миша мне взял макаронцу, такую вкусненькую, фиолетовую, я еще не пробовала. А вот это взял себе, я не знаю, что это такое, потом у него спросил. Миша пьет лимонад, ест лососика, прекрасный вид на набережную, лучшую жизнь, просто сказка. И скоро пойдем на футбол. Миша говорит, что у вас, возможно, сложится впечатление, что мы здесь только жрем. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, так оно и есть. А я сижу вот так вот, потому что очень сильный ветер дует. Ну что, ребятки, мы пришли на футбол. Миша сегодня не играет, потому что у него небольшие проблемы опять с голеностопом. Вчера вот он ездил на МРТ, повторные сделали, поняли, что еще не до конца связки срослись. И в итоге его еще на две недели, даже две-три недели, возможно, отстранили от тренировок. То есть он пока тренироваться не будет в общей группе, он будет самостоятельно восстанавливать ногу. Вот, поэтому мы сегодня в зрительном зале, можно так сказать, на трибунке сидим. Будем смотреть игру и валять, конечно же, за наших пацанов. Вот, также еще из Бадова приехал Мишин папа и Мишина тетя. Вот, и Миша сейчас как раз пошел их встречать. Я заняла места, протерла там стульчики, чуть поработала уборщицей. Вот, и сейчас, получается, жду Мишу, жду Мишиного папу, жду Мишину тетю. В общем, все вместе будем сегодня смотреть футбол. Мой любимый стадион, очень красивый. Я обычно опаздываю, обычно прихожу. Уже, наверное, спустя пять минут, как игра начинается. Вот, а сейчас, не опоздала, сейчас мы пришли где-то за час, наверное. Очень красиво, вид просто вообще мне очень нравится. Чего-то нам не везет на домашних играх. Мы в прошлый раз мы сюда так с Юлей сидели, такие, блин, 2-0, проигрывая. Что-то как-то грустного немного. Ну, ничего, мои, про черные сиденья нет. Сейчас должна повезти. Надеюсь. Ну, еще времени много, надеюсь, что все будет классно. Что, ребята, футбол закончился, пацаны опять проиграли с счетом 2-0. Я не знаю, что это за такая случайное совпадение, что вторую домашнюю игру 2-0. Не знаю. В общем, немного грустно. Мы решили сгладить наш вечер, чем-нибудь приятным. И, наконец-то, мы пришли кушать на набережную шашлык. Я мечтала его попробовать, когда первый раз его увидела. И что-то никак мы не доходили, не доходили. И, наконец-таки, дошли. Сзади меня был просто красивущий закат, который уже прошел. Вот. Пожелайте нам приятного аппетита, потому что, посмотрите, как у нас тут поляна. Это очень вкусное, наверное, все. Мы взяли очень много еды. Взяли свиную шейку и каре барашка. Супер. Приятного аппетита тебе, Кись. Приятного аппетита тебе, Кись. Посмотрите, сколько тут всяких кафешек. Дымок идет, так красиво. Этот дым видно еще вот с того конца набережной, где мы изначально были. Всем доброе утро, ребята. Мы с Мишей, как обычно, пришли на завтрак. Just coffee. Мне кажется, что они уже должны доплачивать за рекламу, потому что мы тут, во-первых, каждый день едим, а во-вторых, я тут каждый день куда-то выкладываю. Что я вам хотела рассказать? Сегодня у нас будет очень интересный день и немного грустный, потому что я сегодня уезжаю в Краснодар. Мне завтра на учебу. У меня начинается полнейшая жопа в универе. Мне нужно закрывать все свои долги. Мне нужно выходить на зачетную неделю, потом на сессию. Короче, начинаю с полнейшей жопы. Я не знаю, когда я приеду в следующий раз. Вот. Поэтому сегодня мы кайфуем по полной. Мы сейчас позавтракаем и поедем в одно очень интересное место. Оно называется Парк Львов. Вот. Находится в Тайгане, по-моему. Как-то так город называется. Это, в общем, рядом с Симферополем, по-моему. Поэтому мы сейчас из Ялты в час дня будем выезжать в Тайган. В общем, как-то так. Ехать нам туда часа два, наверное. Вот. Поэтому что-то должно быть интересное. И потом уже мы не будем возвращаться в Ялту. Я сразу потом после Тайгана на поезд и в Краснодар. Короче, как-то так, ребята. Немного грустно, но в то же время мы сегодня едем в Парк Львов. Я очень надеюсь, что там будут маленькие тигрята, с которыми можно будет поиграться. Вот. Потому что когда я была маленькая, такое было. О, смотрите. Миша принес завтрак. Супа интересная. А какая-то новая макаронина. Я такую еще не ела вот такого цвета. Короче, пожелательно приятного аппетита. Мы сейчас завтракаем, идем в отель, быстро собираем вещи и выезжаем. Уезжаем. С чемоданами, сумочками. Сейчас нас Мишин папа заберет. И мы поедем сначала в Парк Львов. Погуляем там. И в 11 ночи у меня поезд. Сейчас нам еще куда-то идти с чемоданом. Где-то Мишин папа встал, мы его потеряли чуть-чуть. Вон, ребята, видите? Вот там такие мелкие-мелкие буковки. Там написано Парк Львов. Мы едем уже несколько часов. Но чувствую, что уже скоро приедем. Михаил сегодня впервые без навигатора ехал. Потому что в Симферополе у нас он перестал работать. Мы уже ехали просто как можем. Где-то часа 2,5, наверное. Ну, где-то около 2 часов точно мы ехали. Вот, потому что пробки, потому что мы без навигатора. Вот, и было немного сложновато. Но сейчас у нас уже вроде все заработало. Поэтому скоро уже будем гулять с львами. Что, ребята, мы наконец-то приехали. Самый главный лев на месте. Мы наконец-то приехали. Сейчас будем покупать билеты. И пойдем уже гулять по парку. Вот, смотрите, какой лев большой. Сколько здесь игрушек. Вообще, такой-то сувенирный магазин. Самый главный лев у водки. Есть, все уже поняли. Посмотрите, посмотрите. Какой хороший малыш. Это первая остановочка. Это вот такой тигрик маленький. Ребята, он мявкает. Кс-кс-кс. Посмотрите, как он ходит. Это очень мило. Ребята, мы только что фоткались с маленьким тигром. Это так мило было. Сейчас мы... В общем, в Телеграме у меня фаточки. Можете посмотреть, он такой хороший был. Как котик такой маленький. Сейчас у нас что-то типа зоопарка с львами. Мы гуляем вот по такому прозрачному мосту. И под нами могут ходить тигры, львы. Вот, как только мы их увидим, мы вам покажем. Я только что их увидела, ребята. Посмотрите. Я, кстати, по гороскопу, Лев, кто не знал. Это мои собратья. Хорошо. Миша сказала, что с таким уже не сфоткаешься. Не возьмешь уже такого сфоткать. Смотрите. Боже, какие они красивые, я не могу. И ты красивая у меня. Смотрите, посмотрите, как красота. Они, видишь, там заходят. Да. Опа. А тут под нами еще какой-то льва сидит. Смотрите, мы вот тут уже пофоткались со спящими львами. Мы уже сфоткались с малышами. Нам их даже, знаю, руки дали. В телеграмме у меня потом посмотрите. А это белые львы, по-моему. А, да. С тиграми мы фоткались. А это белые львы. Посмотрите, какие красивые. Очень красиво мы гуляем. На львов посмотрели. Сейчас дальше пойдем. Тут еще много других животных, помимо львов. Тут еще кафе есть. Потом мы пойдем есть, наверное, как обычно, ребят. Тут ничего не меняется. В общем, очень красивая территория такая. Прям красота. Солнышко, погода хорошая. В общем, супер. Смотрите, посмотрите, какой красавчик. Белый тигр. Смотрите, а это львы-подростки. Они такие не сильно крупные, но и не маленькие малыши. Ребята, посмотрите, мы идем, а здесь павлин. Посмотрите, какой он огромный. Боже, просто вот мы идем. Он не за ограждением нигде. Обалдеть. Смотрите, тут столько разных звуков всяких. Вот это вот самочки, они перед ними тут распускают свои хвостики, танцуют. Мы тут кормим вот этих вот милейших обезьянок. Они такие хорошие. У них ушки такие прикольные. Мне очень нравятся. Похоже на ушки молодец. Мы с Мишей уже очень голодные. Мы уже два часа ходим по зоопарку. Тут очень много классных животных. Я все пофоткала. Ну, посмотри. Тут козочки очень милые. И написано, что их можно заходить гладить. Вот еще тут были... Павлии гуляют. Опять просто по дороге. О, это оказывается. И, в общем, раньше тут еще были мини-пики такие маленькие, очень интересные, прикольные. Их тоже можно было гладить. Но, наверное, их потом, ближе к летнему сезону сюда, занесут. Было немножко грустно. Единственное, что у меня расстроило, то, что очень многих животных нельзя гладить. То есть тут есть кролики, морские свинки. Но на них можно только смотреть. Это как-то грустно. Это, по-моему, какая-то беременная козочка. Что, прям погладить можно? Да, можно. Но написано же, что можно их гладить. Я погладила. Козочки тут бегают, их много. Чешутся, чешутся. Мы пришли гладить козленка. Такой маленький, посмотрите, какой хороший. Кушает травку. Тут много всяких козочек. Вот этот тот вольер, куда можно заходить и гладить. Ну, прелесть просто. Смотрите, какой он большой и красивый. Обалдеть просто. А там, вон, львица лежит. А это ее муж, наверное. Опа! Молодец. Красавчика. Что, ребята, легендарный момент. Миша, наконец-то, провожает меня на вокзал. Вот, обычно я езжу на такси. Вот, ну, чтобы Миша туда-сюда на такси не ездил, я езжу одна. А сейчас мы вместе, потому что нас привез Мишин папа. Вообще, Миша сорвем даже. Меня вообще-то привез тебя. Да, меня привез Миша. Вот, мы на вокзале. У меня поезд где-то через полчасика будет уже. Ну, нет, даже раньше. Совсем скоро, короче, приходит мой поезд. Сейчас мы пока что-то смотрим. Пройдем, покупим мне водичку. И, в принципе, сажусь в поезд, еду в Краснодар и завтра на пары в мой любимый Мед. Отлично мы съездили, все прекрасно. Мы еще сидели в кафешке рядом с как раз-таки вокзалом. Кушали пиццу. Вот, теперь я... Нет, дальше чуть-чуть. Теперь я совершенно не голодная. Сейчас лягу в поезд на свою любимую верхнюю полку опять мест, потому что не было уже никаких. Вот, и буду спать себе спокойненько. Ну что, ребята, я в поезде. Как обычно, просто на верхней полке. Боже, никогда не будет на верхней полке. Умираю, честно. У тебя всегда буду билеты заранее покупать. Сижу вот так вот как-то, я непонятно. Только успела, блин, разложить кровать и только, ну как? Так, уже лишь бы как. Сейчас буду переодевать штаны и ложиться спать. Уже очень устала. Ну что, ребята, всем доброе утро. Я уже в Краснодаре, как обычно, тут просто с корабля на бал. Приехала, искупала. Я сейчас сижу подписываю этот договор на свадьбу. Заключаем уже с площадкой, в общем, договор, что мы ее арендуем уже 100% под нашу дату, под нашу свадьбу. В общем, сейчас с этим всем занимаюсь. И скоро будут собираться в универ. Я уже устала, пипец, конечно, я после поезда пытаюсь восстановить свое лицо хоть как-то, хоть чем-то. Сходила в душ, сейчас буду разбирать чемодан, закину вещи в стирку и уже побегу в университет. У меня сегодня, слава богу, только одна пара по гигиене. Вот. И потом я еще еду на маникюрчик. Ну что, ребята, я уже в универе, приехала на пару по гигиене. У нас сегодня будет достаточно интересная тема. Мне девчонки рассказали с другой группой, что нам сегодня занятия принесут кучу вещей детских. Обувь, игрушки, и мы будем определять, правильно это сделано или неправильно. Можно ли это давать детям или нельзя. Вот такая вот педиатрия интересная. Вряд ли мне разрешат там что-то поснимать, поэтому я вам так заранее просто говорю. Здесь сегодня только одна пара, и потом я еду на маникюр. Потому что мне уже очень надо поменять цвет ногтей. Ну что, на сегодня все мои пары закончились. Я прибежала просто из универа еле как успела на маникюр. Сейчас приехала обновлять свои розовые ногти. Не знаю, что я сделала в этот раз. Может быть нюд, может быть прозрачный, а может быть снова какой-нибудь яркий цвет. Короче, сейчас будем выбирать мне маникюрчик. И потом уже поеду домой заниматься своими разными делами и готовиться к завтрашнему парам. Ну что, мои дорогие, я уже дома. Я сделала себе ногти вот такого какого-то очень интересного цвета. Он под разным освещением, в общем, переливается. То он, мне кажется, фиолетовым, то голубым, то серым. В общем, прикольно, мне понравилось. Надеюсь, что меня не будут ругать за дни, по-моему, на парах. У меня, в принципе, ногти очень короткие, вот. Их не видно, поэтому я думаю, что проблем быть не должно. Наш с вами влог подходит к концу, потому что у меня сейчас начинается самая жопа. И в то же время самые ваши любимые просто серии моих влогов. Это зачетная неделя, это подготовка к сессии, это непосредственно сама сессия, где я буду сдавать три экзамена. Поэтому выходные закончились. Теперь у меня будет просто жуткая неделя, суперсложная работа. Мне нужно закрыть очень много долгов. Вот. Надеюсь, что я с этим справлюсь. Но это вы все уже увидите в других влогах. Здесь я хочу все-таки оставить что-то более позитивное. Какой-то отдых, какие-то приключения. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам понравилось мое мини-путешествие. Поэтому всем еще раз большое спасибо за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Целую, обнимаю. И до скорых встреч в новых видеороликах. С вами была ваша Маша. И всем пока-пока. Пш! Продолжение следует...